всем привет дорогие друзья я вас всех приветствую на своем канале куда мы сейчас едем а мы едем по продуктовым магазинам насмотрелись рекламок акции насмотрелись в общем у максим это не в римчике хорошее масло экспорта 200 граммов 82 с половиной процента по евро 19 всего вот еду за этим маслом возьму сразу пять пачек потому что масло у меня быстро уходит в максим это какие-то скидки там вода мука 99 центов вроде два килограмма я говорю нужен может это килограмм он год да нет написано два килограмма ну посмотрим если два килограмма едем за мукой возьмем тоже заедем в общем еду с вами по магазинам сегодня на улице довольно таки так тепло ветра нету 8 градусов и иногда солнышко выглядывает погода неплохая в принципе подсолнечное масло 79 центов с карты палдес но мне дома три бутылки мне не надо так бы купила да но вот ребята с карты палдес мака 99 центов два килограмма как и выписали два килограмма ну давай муж 2 возьмем чем ребята мне объяснили здесь хитрость такая если вы наберете на 15 евро продуктов когда мука одна пачка только до 2 килограмма вам будет по 99 центов возьмете эти две пачки вторая пачка вам будет по полной цене только одна пачка и для этого вы должны набрать продуктов на 15 евро вот такая система так понимаю с сахаром тоже смотрите сахар набираете на 15 евро продуктов тогда и сахар будет по 79 ну да какая красивая малина 249 красивая есть такой тортик делать украсить и на 249 ну тут несколько штучек можно сказать в общем вместе с мукой и сахаром получилось нас на 1549 так что взяла муку по 99 2 килограмма и сахар там по 70 чем тогда получился сахар тоже но самое интересное видите мне женщина объяснила да чтобы только можно одну пачку взять вы не можете взять много за 99 центов и мы там смотрим люди набирали упаковками муку и упаковками сахар они не знают что только одну пачку как объяснили там можно взять на каждые 15 евро да на каждые 15 евро только можно взять одну пачку муки и одну пачку сахара но если они там на 100 евро набирают машине могут взять упаковка хотя они на неправильно тоже поняли и набирали упаковка вместо того боже упаковку сахара бюджет упаковку муки дамы начат по кассу и все увидят там да ведь как хитро там все сделано люди не догоняют немножко что только можно на 15 евро так одну пачку взять по такой цене вот но у нас я уже так мы набрали фруктов с мужем там овощей взяли я так считаю считаю у нас уже приближается уже саду 13 14 яблево все можем поедете за сахарами и сможем идти за мукой в общем дома покажут сейчас мы еще в римчик заедем потом еще в лидл заедем ну а в римчик я иду именно за маслом может быть сейчас и здесь какая-нибудь замануха быть такая тоже с какими-нибудь подковырками ну вот друзья видите евро 19 когда берете больше 2 по евро 19 будет очень хорошо ребята от жадности набрала 6 пачек но это очень хорошее масло ведь этот 200 граммов 80 два с половиной процента и это вкусное масло а акционный товар посмотрите сирена до чипс это где уже сроки годности выходит да так минус 25 629 а стоило 8 3859 по моему стоило там непонятно какая там цена так взяли этот сыр еще голландский попробуем для тостов которые цена такая же как в лидл 4 евро там не закончился уже сыр а здесь тоже сапа о сливки по акции до 6 частота до завтра до 6 до завтрашнего числа кстати меда хлебный суп посмотрите меня закончился у ребята смотрите в римчике тоже есть эти пшеничные отруби который я в кашу добавляю себе выльца в депо мука была евро 69 здесь тоже в римчике евро 69 мука если что два килограмма кто меня спрашивал про кукурузный крахмал ребята вот в римчике есть евро 65 200 граммов стоит так я евро 99 хлебный суп дороже чем в мега возьму одну пачечку крахмал я тоже взяла ребята вот у меня еще есть моя беру в заначку он не всегда бывает так кама здесь есть вот ребята до было 299 стоят да я наверно себе возьму мне уже закончилось я добавляю себе в кашу тоже как вы знаете такие-то тут зерновые сюда новогодний товар здесь есть не надо вытаскивать да то на батарея а где-то цветет этот со сплошной и окна светится будут думать что ну да от 1 батарейка здесь есть значит будет светиться тогда надо хороший домик пока да все это строится дергается как-то начало так ну все маслом я обзавелась еще потом докупим масло а то на нас узнаете как новый год так выпечка на это то есть печешь то испечешь маска все время надо плюс на бутики плюс кашу добавляю ты более маска это очень хорошая она очень вкусная так что набрали но сейчас мы были дал идем морковка по 69 здесь а мы взяли морковку в максиме по 29 по акции картошка здесь было по 15 по купону если активируется то по 15 центов берете за килограмм хотя хорошая картошка какие тыквочки красивенькие разные маленькие ой какая красота перчики маленькие по евро 99 красивые доски цвет красивые деревянные по 8 евро круглые есть есть такие вот такие длинненькие хорошая тарелка для пиццы а даже made in италия как раз от пирог который вчера делала как раз вот этот размер мне нужен а я все не ставлю из-под микроволновки которые дал это меня очень хорошая тарелочка кстати так это самое да она стоит тоже 9 евро белые яйца есть по евро 85 м очки евро 74 м очки евро 69 ски ребята меня угощали этой шоколадкой очень вкусная мне очень понравилось поэтому я опять взяла такую шоколадку из-за попробовать еще карамельную где она здесь нет я взяла на последнюю забрала не вижу здесь какой нож для пиццы сейчас по акции 268 вот этот вот а стоил 449 6 евро такие конфеты в баночке конфеты сидите баночка останется мой любимый марципан обожаю марципана это вкусно будет марципан я обычно покупаю определенные фирмы нет нет другое это как типа пряников мягких таких знаешь вот такие еще прянички есть по 339 сейчас вышли из лидл и тут у нас недавно открылся фикс прайс на нашем районе короче муж хочет меня туда отвезти как пошли зайдем ну пойдем шляпы муж кепку смотрит ведь вот еще такие шляпы есть которые ты любишь таси да и светлая такая есть как все мы только зашли по мере шляпы год все так поехали а зрителям показать хоть что-то ну ладно да счет здесь хотя бы дойдем сюда что здесь есть хочу посмотреть сама ну в общем что и везде тепленькие перчатки такие вот тоже рукавички я про перчатки говорю а вот эти такие ой ведь смотри чтобы зимой руки не мерзнут это бруль на шаг мерзнут руки вот то что вот что мне надо и быть тепленько можно такую поставить какой он окна надо размер от наших руки не а так взялся за и хорошо было бы да но мы не знаем какой у нас размер так прикольно было бы да а смотри на стекла да это когда-то солнце чтобы не светило тоже кстати я видела так делают коврики для ванны дешевые 299 ой какой приятненький только мне такой цвет не подходит а коврик очень приятный здесь подается моя любимая сгущенка 249 вот от вареная сгущенка она самая классная она по вкусу именно как советское время от было суперская 70 процентов 1 килограмм соль да мне кажется на визу такая соль цена ведь это все химия не знаю многие тащатся от фикс прайса есть ничего такого особенного не вижу по евро 49 такие хорошие полотенчики такие очень мне кажется хорошо будет впитывать но судясь из нового ой какие-то он тут искусственно на если поставить натурально будет красиво смотреться с мужем все эти свечи ищем или в лидоле не было этих свечей так здесь такое все искусственное ёлочки почем ёлочки ты комплекс тут тоже смотри исаки кто тоже наверное это что это чай это чай до 349 у нас год дракона будет да она вот видишь смотри чай на какие-то конфетки на что здесь не знаю что здесь только короче игрушки да ничего такие тоже симпатичные 249 иногда смотрю других блогеров фикс прайсе покупать интересные всякие штучки я не знаю для себя ничего интересного не нахожу ребята сейчас на такой цена хожу цена свечи даже свечи можно и дешевле найти других магазинах до 150 центов можно за 35 мне кажется найти где-то я видела не знаю до 30 габбл 299 я 100 штук покупала за 5 евро ценники как везде скажем так маски краска для волос короче надо идти на выход не очень люблю я такие магазины не мое поток поток я не знаю я от фикс прайса как-то так не восторген есть магазины поинтереснее за ту же самую цену можно сказать сейчас мы куда домой уже едем фикс прайсе ничего не купили не знаю что там уже можешь пока это кепка хотел показать мне мне вообще не понравилось поэтому я его отговариваю не брать ее не будешь брать не надо не очень тебе шапочка тебе было нормально шапочка лучше и лучше закрывать а кепка уши не закрывает поэтому тебе надо чтобы уши закрывала правильно говорю правильно чтобы ушком тепло было зимой так не пристегнулась скажут рута ты почему не пристегиваешься пристегиваюсь я всегда пристегиваюсь это уже привычка пристегиваться я когда теперь не пристегиваюсь допустим если вот я сразу не пристегнулась мне что-то не хватает и сразу пристегиваюсь но это со мной такого нету я что наделать я сажусь в машину и сразу пристегиваюсь это уже все это как привычка это как утром встать и зуб почистить ну мы уже дома сейчас вам покажу что купили по акции без акции по разному в лидл взяла под разрыхлитель сливки будут делать хлебный суп буду варить и молочко любит а молоко в лидл в бутылке но такой вкусная сладенькая и взяла для таких шоколадки одна я уже пробовала это еще не пробовала но думаю что тоже будет вкусная попробуем вместе потом вам скажу я время но взяла эту кому буду опять добавлять себе в кашу потому что у меня закончилось ну вот это очень полезно для здоровья ребята красота когда клетчатки не хватает в организме очень полезно добавлять йогурты можно добавлять кефир можно добавлять куда хотите масло 6 упаковок по евро 19 так когда берешь 2 и больше получается по евро 19 и с приложением с картой риме да насколько я еще поняла взяла у них этот сыр голландский не знаю не покупала ни разу его попробуем очень внешне понравился но может быть будет вкусный попробует до тостом закончился полкило стоил 4 евро да но взяла себе эти как это крахмал кукурузные до в римчике вот хлебный супчик по евро 99 2 евро и взяла пшеничные отруби тоже это у меня уже там заканчивается это в римчике ну и наша любимая максима но сахар вы помните да если на 15 евро набираете то одна пачка сахара идет по 77 центов сок там вот 79 дарить по моему не помню да мука под 99 тоже есть на 15 евро забирается пачка муки за 99 сметанку тоже купили по акции по моему тоже 79 до 79 центов моцарелку тоже взяли за 79 по моему если не ошибаюсь найти творожный сыр но творожок я очень люблю сезон и тогда тоже по акции по моему 59 центов кола была по акции тоже кажется 59 центов дома бы там 55 50 дети точно не помню окончания а чек у меня электронные так дальше что тут еще у меня взяла сливки очень люблю когда в заначке если сливки они стоили 279 по моему если не ошибаюсь так по 79 за килограмм лук по 99 груши по евро 79 хурма это все за килограмм цены называют дать и от морковка по акции по 29 центов а так по моему 69 центов без акции ну вот все наши покупочки ребята акция на масло там по моему до до 6 числа когда это видео выйдет я так думаю что наверное акции уже не будет любом случае можете зайти в интернет-магазин время посмотреть остаток акции но мне кажется нет уже не будет акции к выходу этого видео да потом а то что вот максимум это вот такая акция если бить на 15 евро и там кто-то то дешевле я не знаю до какого числа не посмотрела кстати на видео может быть потом увидите до какого числа там же была дата потому что когда затем снимаешь ходишь и такие вещи не обращаешь внимание до какого числа акция потому что это слишком много занимает времени ну на видео я думаю вон на паузу если нажмете можно увидеть до какого числа акция сейчас я буду готовить обед а что я буду готовить сейчас увидите что я буду готовить на обед сейчас обжарю лук добавлю грибы это у меня маховики все хорошенечко обжарю добавлю фарш тоже обжарю хорошенечко овощи добавлю тоже обжарю добавлю здесь притертые у меня помидоры добавлю сюда потом какую-то острую приправку все любимые приправы которые я люблю если пока не знаю какие я буду по ходу думать что я буду добавлять вам все скажу видео что я добавляю просто вот сейчас назвала показала что у меня будет входить сегодняшнее мое блюдо а Фарш у меня домашний, я его сама делала, это не покупной. На этом этапе, когда я добавила фарш, хочу сейчас добавить некоторые приправы. Это соль, перец. Соли много добавлять не буду, потому что еще буду добавлять другие приправы, которые содержат соль. Это адыгейская соль. Вегета. Еще чуть-чуть. Кориандр. Острая паприка. Она очень острая, поэтому добавляю немножко. Добавляю сюда овощи. Овощи, конечно же, могут быть любые, какие у вас есть. Сейчас, когда немножко так все это обжарится, потом добавлю притертые томаты, остальные приправы и потушу. Еще забыла сушеный чеснок. Можно свежий. Перец. Тоже забыла. Еще хочу добавить такую приправу для шашлыка. Я прям на ходу. Посмотрю на свои приправы, какие у меня есть. Думаю, надо это, надо это, надо это добавлять. Поэтому фантазируйте, друзья, как хотите. Теперь добавляю перестертые томаты. Не знаю, здесь сколько. Здесь у меня пол-литра. И еще добавлю такой острый томатный соус немножечко. Ребята, добавляем, что хотим. Перемешиваем и тушим минут 10-15. Пробуем на вкус. Если вас все устраивает, накрываем крышкой и тушим. Что-то не хватает, значит добавляем на этом этапе. В общем, как говорится, я слепила из того, что было. Этот рецепт родился прямо на ваших глазах, ребята. Посмотрела, что у меня есть в морозильнике, холодильнике и приготовила. Я уменьшила огонь. Накрываю крышкой и еще минут 15 потушу. И все. Так, ну, осталось 4 минуты. Хочу посмотреть. Ну, уже все готово. Я думаю, это блюдо можно есть как самостоятельное. Или на гарнир гречку приготовить, рис. А также и макарошки тоже на гарнир приготовить хорошо будет. К этому блюду. В общем, решать вам, как говорится. Я на гарнир, наверное, приготовлю макароны. Да, потому что это очень по вкусу похоже немножко как соус баланьезе. А его же подают с макарошками. Поэтому я сделаю макароны на гарнир. Попробовала на вкус. Всего хватает. И остринки хватает, и соли, и приправ всех хватает. Единственное, я бы сверху еще посыпала кинзу. Но кинзы у меня нету. И петрушку еще хорошо было бы сверху посыпать. И петрушки у меня тоже нету. Но посыплю укропом. Я в морозилке нашла базилик, ребята. Посыплю базиликом. Будет тоже, я думаю, здорово. Ой, хорошо, когда в морозилке есть с доначиком. Но если была бы кинза, я просто очень люблю кинзу. И к этому блюду очень хорошо кинза подошла бы. Так, ну все, прошло 15 минут. Плита запищала. Размешиваю. И вот такое блюдо, друзья, получилось. Готовьте на здоровье. Всем приятного аппетита. Макароны приготовлю чуть попозже. Потому что еще до обеда еще время есть. А я хочу, чтобы сразу были горяченькие. Так, ну вот такой сегодня будет у нас обед. Вкусненький. Надеюсь, я вам подала идею какую-нибудь для вашего обеда. Смотивировала вас. Ну, на этом закончу видео. И давайте, как всегда, по традиции. Все, кто не подписался на канал, подписывайтесь. Ставьте лайки. А также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Я с вами прощаюсь. И у нас, как всегда, в следующем выпуске. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok